ЧГК Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы сыграть в интеллектуальную игру Ну что ж, первый раунд, вращайте барабан Или вы назовете все слово сразу А первый раунд не должен быть этот? Отбить, да Гонг, ну это За каждый не ударенный в гонг удар Распорядитель получает удар один А где вот этот? Свой гонг Нам бы, наверное, щат закрыть, потому что мы можем случайно что-то увидеть Да не надо Выключите им там Все Все на юг Ты сейчас сразу спалил Па-па-па-па-па-па-па-па-па Секундант готов, да? Вопрос Вопрос Какой? Номер два Забирай, забирай Номер два Да, секунду Вик, ты будешь успевать, да? Секунду Да, давай Номер два Гуглим Так, у вас там должна быть картинка на этот вопрос Так После чего я зачитаю Луи 16 Луи 16 Рей де Франс Луи де Финес Что внизу написано? Рой де Франс Рой де Франс Перед вами французский король Людовик 16 После начала революции Людовик Переодевшись горожанином Вместе с семьей бежал из Парижа На границе их карету остановил революционный кордон Во время досмотра кареты Один из создал И солдат узнал Людовика Благодаря ей Королевская семья была арестована Назовите ее время Бабочка? Я думаю, либо какая-нибудь брошь Родинка может быть Либо брошь Либо картинку Нам картинку надо увидеть Там бабочка была У него за спиной Он волосы забрал Он переоделся горожанином Ей, еще раз Ей И даже на картине сверху бабочка Благодаря ей коса Ну вот это вот Что это? Бабочка или как это? Бантик ты имеешь в виду? Блин, так раньше в то время Все носили такую прическу с таким Ты про парик? А? Ну да Это парик, так это не ей Благодаря ей Мне нравится мушка Возможно Либо его этот Как его Либо его короне Может он в короне проезжал? Такой дурак, да? Какой короне? У него башня Я думаю, что Король Явно, явно Отталкивается над картинки Чего там золотая? Выбелялись пудрой И делали мушку себе Очень часто в то время Пудра 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 Мушка 10 секунд остается у вас 10 секунд Он выглядит припудренным Она есть на картинке Мы, кстати, не определились, кто у нас капитан Выглядит припудренным Ник Войчич Время Ладно, капитаном буду я Отвечает Вика Картер Да, у нас когда спонтанно все началось Мы не определились, капитаном Мы вообще даже не пообщались Нормально Вика Картер Вика Картер отвечает Давайте пообщаемся Вика, ты отвечаешь Что наша жизнь Игра Вся наша жизнь Игра Или как Паша Техник Вся наша жизнь Ладно, не будем Ну Благодаря мушке Я, кстати, почти не слышу Вику конкретно Она ничего не говорила Я считаю, что у него была такая жирная, отвратительная мушка Очень узнаваемая Дин, можешь мне рассказать, что говорит Вика? Потому что я ее не слышу А тебя Размьются Короче, ты что, меня не понимаешь? Китай по губам Теперь очень хорошо слышу Вика Картер говорит о том, что проблема была Может быть, это карета? Карета Карета, подожди Нет, Вика Картер сказала, что, скорее всего, проблема была в мушке Я не В мушке Да, но Если Если Рядом воробей Мы готовим пушку Если Муха Муху Бей Взять ее На мушку Да Именно с этой песней Они проезжали мимо Он же не зря подготовил это стихотворение Да Да Я не зря Я не зря подготовил это стихотворение Кстати, покажите нам еще раз картинку вопроса, да? Там мушки нету Там есть еще мушка Он другой стороной, мне кажется, к нам Он другой стороной повернут Он вообще-то в профиль А в зеркальце картинку мушка появится У него там огромная мушка Да Я умная Нет Нет? Нет Все-таки пудра Это уже пудра А вам ничего не напоминает вообще вот это вот, ну как бы, изображение? Это гравюра А, благодаря монете Монетки, на монетки 1-0 в пользователе зрителей Жесть, монеты Блин, лучше бы уродская мушка То есть он посмотрел на монетку и узнал Людовика Да, да Ну нос, смотри как Мы-то думали, что это по каким-то его признакам А прикинь, если они проезжали и они решили откупиться, дали монеты и его узнали Прикинь, долбоебы Мы долбоебы Да нет, мне это было вроде как гораздо проще 1-0 в пользователе зрителей Я сильно душить не буду Там есть легкие вопросы дальше, я думаю, что вы выиграете Хорошо, господин Юдин Поехали тогда Поехали, крутим дальше Хорошо Кто капитан? Я капитан Распорядитель, вращайте барабан и пейте в гонг О, правильно, да Сначала надо в гонг Да, посильнее, посильнее Можно встретить прям ебану В гонг можно, да, прям сильнее А прям можно со всей силы? Снейл кик Вот вы капитан, да? А какая у вас есть какая-то традиция Перед игрой, может быть, собираться как-то вместе, там, не знаю, готовиться, стимбилдинг Да, вот у нас, например, Александр Будуш всех нас собрал и пошел отдохнуть поспать Поэтому мы приняли это за традицию Номер 12 Это наша подготовка Это наша подготовка, да Номер 12 Заня привет наверняка смотрит Номер 12, да Подождите, у меня это на другой странице вообще Давайте, давайте Блин, он еще и на двух Ой-ой-ой Ладно, вы сгорите с этого вопроса Все нормально У меня тут написано Запросить видео Блин У нас есть видео или картинка к этому вопросу? Есть Так, деньги 100 рублей Все деньги Не мешайте мне А то я буду начать сначала Пеньки, души, китры, шутки, визящемся ими Визящем аштоне, визящем девине И пять тысяча Пятьсот Все Чшш, тысяча пятьсот Все Да, ну и вопрос Несмотря на свое имя Известный советский актер Жил на зарплату А не на средства Собранные поклонниками его таланта Назовите имя актера У него какая-то фамилия Должна быть с деньгами связана Думаете? Типа Тормоедов или Говорящая фамилия была сказана Почему смотрю на расставителя? Поклонника сборов донатов? А вот эта вот вставка, что мы посмотрели Я не помню Я услышал голос того, кто Тот, кто озвучивал Волка из Ну, погоди Да, там микрофон старый, понимаешь Может быть, есть минералка Если мне, это он озвучил Это 100% фон Актер был на экране Это Ликуйчич Я не знаю Я почему-то думаю, что А можно повторить вопрос? Так, вы сейчас отрезали Несмотря на свое имя Известное Ну давайте, я говорю Что-то творится Непонятные помехи у нас Какие-то звуки Непонятные Джуз, я остановился на том, что вы у меня зависли И вас помехи съели Он правильный ответ дал Да, я дал правильный ответ Повторять не будем, извините А правильный ответ какой? Мы повторять не будем Один раз Ну, придется Но серьезная игра, господин ведущий Ну повтори, я правда не расслышал просто Че там, че там было Донат Его зовут Донат Он все еще надеется, что это правильно Это имя и фамилия Ладно, я сделаю вам в следующий раз Очень большую скидку Но этот ответ я зачитать правильным не могу Его зовут Донатас Да ну нахрен Офигеть Серьезно? Ну это было очень близко Да, это очень близко было В смысле? Стопы Я называл донатов Его стопудового мама дома называла донатик Подождите Господин ведущий То есть вы хотели, чтобы мы сказали не донат, а донат-тос А если бы ов был А если бы ова А если бы Мы что, в окончании угадываем Тут или, блядь, на вопросы интеллектуальные отвечают Вы хотели ответить Кто защищает интересы наши? Кальянщик? Кто? Кальянщик 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 Защищает наши интересы Что же я понять? Правы О Вот Чувакар говорит, вы правы Если после игры кальянщик сделает мне классный кальян Я готов засчитать этот ответ Не идите на переговоры Мы просто не отметили его греческую вот эту направленность Ну откуда мы знали, что он грек? Оз, а не ов Ну вообще-то он не грек Или ич А кто он? Он литовец А вы откуда знаете? А вы нам этого не сказали Генеологическое время видели, господин ведущий, что нет Потому что у меня написан правильный ответ здесь Вот вы и попали Не, если бы мы знали, что он литовец Мы бы фамилию Донат Сказали бы Донат Тос, очевидно Конечно Это реально был жесткий Жесткая догадка И она была очень близко к правильному ответу 1-1 Ура! Собожили! Выбросили Вот так вот Если бы он сказал точную фамилию Это было бы все Автовин все игры разом Ну это невозможно А что мы бы делали потом? Бейте в гонг Бейте в гонг Какой классный звук Необычный такой У нас ничего 1-1 пока 1-1 Номер первый Номер первый Вопрос номер один Донат Да, вопрос номер один Угу Ага Ага Про доту кто-то? Простой будет Скриньте Не, про доту Все, я понял Про доту? По интонации, да Нормальный вопрос Так Заядлым геймерам И любителям многочасовых стримов Нужно быть осторожными Ведь если злоупотреблять Компьютерными Компьютерами Или гаджетами И не делать перерывы Может развиться Ксерофтальмия Да так скоро Что вы Кое-что сделать Не успеете Что? Моргнуть не успеете? Что-то с глазами Да, скорее всего Суфия, глаза может Точно Да, совершенно верно Ну, в принципе, Дина уже все ответила Потому что это Это про синдром Синдром сухого глаза Про то, что человек Редко моргает Когда он играет Или просто сидит за компьютером Или за гаджетом Счет становится 2-1 Но это был легкий вопрос Это разогрев такой Да давайте Обесценивайте Обесценивайте А я каплю дальше Сейчас начнется жестко Распорядитель Берите свою голову И два раза Разыгрался уже Разыгрался распорядитель На белую руку Жесть До завтра Кто у вас Кто у вас самый умный знаток? Как вы считаете? Миша Джуз Нихуяся Распорядитель 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 Нет, кто самый лучший ведущий Из вот на первом у вас Из вас там Да, вот там есть кто-то получше А что-то Там есть Вопрос номер 3 По очереди идем Внимание, вопрос Так В октябре 2022 года У модели некой школы Собрались поклонники И подняли вверх розовые зонтики Почти в таким образом Память любимого актера и персонажа Скорее всего Многие из собравшихся Считали себя Не просто фанатами школы Но и персонально фанатами актера А в какой школе И о каком актере идет речь? Розовые зонтики Время? Модели школы То есть это какая-то... А кто там с этим летел-то На зонтики-то летал? Мэри Поппин Мэри Поппин А почему именно розовые? Слушайте, а школа не может быть Хогвартс? Это школа? Розовые зонтики Это... А где-то... Дамблдор умер Не Дамблдор там Не Дамблдор, а Хагрид А почему розовый? Розовый не знаю почему Джуз, ну давайте ответ Мы предполагаем... Чисто Джуз предполагает Я лично ничего не слышу Мы предполагаем, что... Большая женщина Мы предполагаем, что копия этой школы Это Хогвартс Можно тишины, пока Джуз отвечает? Я нихуя не слышу Мы предполагаем, что копии этой школы Это школа Хогвартс И таким образом почтили память актера Который сыграл Хагрида Который являлся... Розовым зонтиком У него вместо палочки был зонтик Который являлся егерем школы Хогвартс По сюжету он творил свои заклинания С помощью розового зонтика В котором была спрятана его волшебная палочка Актер Робби Колтрейн Сыгравший Хагрида Умер 14 октября 2022 года Точно Блин, розовый реально Я, кстати, про розовый зонтик Несмотря на то, что и читал и смотрел Вообще ничего не помню Я тоже не думал, что розовый зонтик Розовый зонтик и модели как-то выбили Каспадин ведущий Я бы, наверное, не засчитывал нам этот балл Потому что нам подсказали из зала А что он подсказал? Хагрид, Хагрид! Вот так он подсказал! Поэтому давайте сделаем 1-2 Потому что все-таки немножечко подсказали А нам нужно было сказать, кто именно умер, да? Но Джуз не слышал 2-2 Ну я не слышал 1-2, какой 2-2? Просто уберите балл Слушай, ты за нас уже колочишь Ладно, если вы сами не хотите себе правильный ответ Ладно, пусть будет 2-1 Ну просто не честно Бейте в гонг А кто нам подсказывает вообще, кстати? Я не скажу Я даже никого не вижу Мы же не крысы, господин ведущий Мы не скажем Мы не скажем Камеру поверните, пожалуйста Ну давайте так, что? Мы не будем раскрывать Игоря ГХК Хватит! Откровенно говоря, я думал, что это нам был, а потом доперта Хагрид Да сам, я не слышал Наскинская кустальная сова Я тебе сказал Хагрид Ты сказал, ааа, точно Хагрид Я просто слышал, что он подсказал Вот, все, вот так вот Не знаю, дошли бы вы до этого сами На самом деле, да, с розовым зонтиком Сложно Вопрос номер 8 Вопрос номер 8 Несколько лет назад бизнесмену Сергею Лучникову пришла в голову дерзкая идея Продавать некий чисто петербургский товар По словам Лучникова, такой бизнес уже давно не редкость в Европе Продается товар из Парижа Берлина, Лондона, Женевы и других городов Можно сказать, что бизнесмен буквально не несет затрат Досрочный? У нас досрочный ответ Отвечает Дина Блин Я рискну И выстрелю, так сказать, в воздух, господин ведущий Я думаю, что он начал продавать воздух Это популярный туристический товар во всех странах Картинка у нас есть? Что должно быть? Картинка воздуха, господин ведущий Картинка воздуха у нас есть? Вот точно из Санкт-Петербурга, господин ведущий Вообще много где продаются баночки консервные Да, да, с воздухом Так сейчас с пердежом продаются, с водой из ванны Если нет картинки, то придется зачитать правильный ответ просто так Да, это действительно банки с воздухом А вот они Консервные банки Консервы с воздухом Покупай, торопись Скоро будем покупать не в шутку, а в правду Если будем заботиться об окружающей среде Бейте в гонг Нашим джезлом, сделанным из натуральных продуктов И вращайте на абсолютно несинтетический барабан У тебя отлично получается Сколько тренировался человек, который это озвучил На обложке FIFA 2023 изображены французский форвард по СЖ Киллиан Бапе И футболист лондонского Челси сборной Австралии Сэм Кер Исправьте это утверждение так, чтобы оно стало верным Время Ну видимо какая-то команда Я неправильно назвал какую-то из команд, за которую играет Что-то неправильно Ну это жесть Но я к сожалению вообще не секу футболе У нас досрочный не ответ Хайповый Бапе хайповый И этот был еще Мапе точно хайповый Он точно там был А кто второй? Там не было второго Там не было второго, там только Бапе стоит Все, у нас отвечает Джуз Мы посовещались И ты решил И мы общим голосованием решили Что на обложке На обложке Этой игры Находится только один футболист И это Мбапе Ну в какой степени это действительно так Ладно А я подумал, что Англия, а не Австралия Прежде чем показать Не показывайте пока Я хочу поговорить с вами Вот с чего Давайте поговорим Нереально пригорает Об этом знаю даже я Хотя не играл после FIFA 98 Вообще ни в одно Я в девятую играл Нереально пригорает У многих фиферов И выглядит в стран Лица футболистов Все пригорает у фиферов Я не знаю Мы живем в 2023 С того, что прокладки подорожали Откуда мы знаем? Ну, кстати, вы опять близки к ответу Как-то странно Мы живем в 2023 году Там женские Это женщины из Австралии Кто, блядь, в Австралии Кроме женщин Футболист К Футболист К Футболист К Точно А у меня, кстати, было Блядь, я думаю Что за Австралия, нахуй, блядь Конечно Сейчас бы страна догадалась Хороший вопрос Нет картинки у нас Только сформулировать Чтобы мы с проблемами Покажите правильный ответ Прикольно, прикольно Ого Блин, я это не... И что, у них прям пригорает? А где женщины, я не понял Жесть Ну, я видел Какие-то бригады Это двоеточие Там есть некоторый замес Что у них практически равные статы Насколько я знаю Вне зависимости от пола Счет становится... А какой счет у нас ходит? Два... Два-три-три-три-три-три-три-три Это ваша работа считать на счет Два-три-три-три Два-три, по-моему Два-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три-три Что-то Кейк должен песню петь. Нет, песню петь Вика должна ты. Все мы об этом знаем. Вопрос номер 9. Вопрос номер 9. 9, Константин Иванович. 9. Вопрос номер 9. На улицах Таиланда на Новый год принято предаваться некой забаве. Обливаться водой. Под угрозой быть очищенным от всего негативного может казаться любой. При этом обижаться за пострадавший внешний вид недопустимо. Это не краска? Делают в Таиланде. Пыль, краска. Досрочный ответ. Водой не убивают. Досрочный ответ. Я праздновала Новый год. У нас досрочный ответ. Думайте, короче, думайте. У нас праздновали Новый год на Пхокете люди. И они знают. Отвечает Дина Блин. Богатые. Где-то были пигменты. Подумайте еще. А если отвечает Кирилл... Ну это же так и было. Тогда давайте. Да водой они обливаются из этой хуйни. Просто водой обливаются. А когда я праздновала, там именно пеной. Нет, это ты в бане была. А он сказал обливается? Он сказал обливается? Я сказал обливается. А он сказал что? А он сказал... Дина говорит, досрочный ответ. Говорит, подумайте еще. В таком случае отвечает господин Кейк. И он считает, что... Мне приказал капитан сказать, что они обливаются водой. Просто во все обливают водой. Некоторые изляции пизды за это дают. Просто обливаются водой. Ну они, да, водой поливают друг друга. Всех прохожих, все, ездят на мотоциклах, друг к другу поливают водой. Это близко к очищению. А вода ли это? Ну слушай, ну кисленькая, да, это не вода. А пены у тебя не было? Пены не было, честно говоря. Изо рта только. Ну пена, а если в глаз попадет. Всех обливают водой. Ну вода это безопасно. Праздник Сангран, тайский Новый год, отмечаемый в середине апреля. Тайцы обстреливают прохожих на улицах из водяных пистолетов. Символически очищая друг друга от накопившейся за год негативной энергии. Нас обрызгали так тоже. Ну ответ был другой. В смысле? В смысле? Это ответ был обливаться водой. Я пытался уточнить. Я не услышал ничего про пистолеты. Какая разница? Водой обливается что? Можно обливаться водой. Солевой. Это то, что душить не будет? Подождите. Да, да. Господин ведущий. Это хуйня какая-то. Господин ведущий. Вот, показал. А из чего? А из ведущих что ли? Добавится 2-4 в пользу знаков, потому что Хармик замашнил вам очко. Поставьте ему что-то потом. Застреливают друг друга водой, я не смог сформулировать. Вопрос номер 10. Журнал финанс провел эксперимент, в ходе которого обезьянка Лукирия должна была из множества кубиков с названиями биржевых компаний выбрать несколько и тем самым как бы сформировать свой инвестиционный портфель. Желтого цвета. Через 10 лет акции выбранных Лукирией компаний дали огромную условную прибыль. Финансисты стали называть Лукирию инвестиционным им. Пророком? Я думаю, что новость была опубликована, и поэтому люди начали скупать, ожидая, что кто-то будет скупать. Не, она инвестиционный кто? Да, ее стали называть. Нам надо сказать, кем мы ее стали называть. Я думаю, что стали называть инвестиционным манипулятором. Манипулятор хорошо звучит. Манипулятор, пророк. Пророк. Ну, как-то очень очевидно. Наставником, наставником, может быть. Нет, нет, нет. Какой нахуй ее наставник? Кто еще есть манипулятор? Либо инвестиционным ментором, либо пророком. Господин Владимирович, я думаю, что я подобрался к ответу. Возможно, я не прав, но я хочу ответить сам. Речь идет о том, что ее стали называть инвестиционным либо пророком, либо ментором. Выбирайте. Вот это да. Так много ответов, и все неправильные. Замечательно. Какой бы мне выбрать? Даже не знаю. Выберите, который вам ближе к душе. Который ближе к правиле, чтобы мы замашнили. Животное выбирает что-то, что в какой-то степени выстреливает или выигрывает. Вам не вспоминается подобные случаи какие-то? С футболом, например, связанные. Ну, осьминог там выбирал. И как его зовут? Как их называют? Финансисты стали называть лукерию инвестиционным осьминогом Паулем. Господи, блядь. Да можно было дойти, мы поторопились. А Паулем кто? Паулем кто? Да, не осьминог, он принял бы, я думаю. Паулем кто? Он был принял. Это пророк же. Атрейдерс. Он пророк, безусловно. Ну вот и все, блядь. Не докрутили. Не, это честно. Баулем, младим, блядь. Мне тяжело стоять на вашу сторону, потому что у вас две дополнительные минуты, и у вас еще было 20 секунд в этой минуте, и вы даже не стали лучше обсуждать. Да ладно, не осуждай нас. Нет, 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 честно, честно. Сидит там, блядь. Не, мы команда, мы вместе хотели подумать, но капитан решил сам. Я-то знаю, где ты сидишь, я сейчас придумал, блядь. Это все из-за капитана. Как корабль назовешь? Капитана на колесо. Очевидно, здесь не бывает. Колесо? Капитана на колесо, а мы пока что, я попрошу распорядителя, взять его жезл, ударить его в гонт, и вращать волчок. Милан, если ты меня слышишь, посмотри, пожалуйста, телегу от меня. Он спит. Ты горелый. Милан спит? Да, прямо здесь. Он проснулся. Не курить вообще? Да. Доброе утро, Милан. Вы разбудили Милана. Что мы будем делать? Он не спал. Он проснулся. Привет, Милан. Отлично, вопрос номер 4. Вопрос номер 4. О, хороший вопрос. Спасибо. Плохих не бывает. Надеюсь, про осьминога. О, Берн, ты тоже что-то. Не совсем. Могли. Спартанский законодатель Ликург был известен стремлением к порядку и исправлению нравов граждан. В частности, он приказал заменить планеты длинными и тяжелыми железными прутями. При этом номинал одного прута был невелик. В итоге делать это в Спарте стало гораздо сложнее. Порывать. Ответьте двумя словами, начинающимися на соседней буквы алфавита делать что? Время. Соседние буквы. То есть, ну, воровать монеты не подходит, да? Обшаривать карманы. А, Б, Б, Г, Ю, С, И. Соседние буквы алфавита, это при чем здесь? Ну, первое слово. Первое слово на одну букву, а второе на эту. Это стало делать гораздо тяжелее. Засовывать в карман. Я думаю, ответ осьминог. Ладно, я шучу, конечно же. Ну, ребята. Кормить животных. Зоопарк. Монеты. Да какие, блядь, спартанцы и животные? Монеты. Воровать деньги. А, Б, В, Г. Стало намного проще кормить животных. Тебе не нужно. Да я не знал по виду, как кормить животных монеты. Миш, какие животные? Да почему монеты? С чего монеты? Вернусь. Он сказал, монеты крути не заменили. Короче, мы все согласны, да, что это связано с воровством монет? Сто процентов. Нет, я думаю, надо думать дальше. Либо расплачивать стало тяжелее. Может быть, были монеты. Либо оплачивать что-то стало тяжелее. Носить монеты с дырочкой на поле. А оплачивать покупки? Это нерябно? ОП. А вы где же заигротка? ОП. ОП. Оплачивать покупки, может быть. ОП подходит. А как это должно быть сложнее? Время, ребят. Господин ведущий. Ой, господин, да, господин ведущий. АБВГД. Давайте кто-нибудь ответит. Единственное, что до нас дошло, мы подумали, что речь идет либо о воровстве, либо о покупках. И рядом буквы стоящие, это О и П, и, видимо, это оплачивать покупки. Блин, ну это тупой закон в таком случае. Уже против воровства был. Этот закон довольно тупой, действительно, очевидно. И, как по мне, делать стало сложнее все. Определенно. С такими деньгами. Но именно цель Ликурга была в том, что брать взятки с такими деньгами гораздо сложнее. БВ, БВ, БВ. Брать взятки. А, ладно. Ты про З подумала, да? Вот, кстати, взятка типичная за проезд выше 5 миль в час. Секундочку, а оплачивать покупки, что, легко, блядь, было, что ли, или еще раз? Ну, да. Вопрос, конечно, говна. Ничего не поделось. Говна вообще пиздец и жопа, блядь. Вы сказали, хороший вопрос. Отыграйтесь дальше, счет сравнялся, у вас еще куча минут. Это что за деньги вообще, блядь? Какой курс, нахуй? Это похоже на стрелы. А вы представьте свою копилку, в которую все эти прутья выставлялись. Вы должны привыкнуть к тому, что есть определенные цены. Чем они, блядь, чем они подкреплены? Говном? Вопросы в говнах. Давайте, блядь, у нас закадры были нехакаловы. Давай взятки тяжело, а оплачивать покупки нормально, блядь. Похуй. У меня там доставка, смотри, вот вам 148 тысяч прутов, блядь. Так, кстати, это было 100 рублей, между прочим, снейл. Я понял, 100 рублей, заебись. Не имею 100 рублей, а имею в виду... У меня как раз дома есть пару прутов. И главный пьер такой, кормить животных. Я проебал слово монеты, я извиняюсь. Тихо-тихо, не пиздите, знаете, он скажет... Ебаная спарта, блядь. Нам там надо поторопиться, или у нас есть время. Если что, мне, пожалуйста, дайте инфу, чтобы я понимал. Плюс-минус. Мы тебе не отдадим. Время есть. Время есть. Вопрос 11, да? Да. Угу. В специальном рождественском выпуске он продает учебник, чтобы купить подарок своему лучшему другу. Поезд на смешек врач Михаэль Титц назвал синдромом его, поскольку, слыша на смешке, люди буквально деревенеют. Это нужно записывать как следует. Ладно. Можно сразу повторить, пожалуйста? Осьминог. Тут есть просто еще часть, но я боюсь, она вас только сильнее запутает. Ну, прочитайте на всякий случай. Боязнь на смешек врач Михаэль Титц назвал синдромом его, поскольку, слыша на смешке, люди буквально деревенеют, а вовсе не потому, что кого-то легко поймать на лжи. Буратино. Время. Буратино, Пиноккио. Да, только сейчас время. А есть такой синдром? Они деревенеют. Есть, ну, я не знаю, синдром это или нет, но точно есть болезнь, когда у тебя такая кожа. И в новогоднем эпизоде Пиноккио продал учебник, чтобы подарить его куклу. Букварь, да. Букварь. Это Пиноккио, да? Ну, возможно, есть какой-то синдром, где человек может, типа, застывает как-то. Ну, вот я вот не знаю насчет вот этого. Синдром холодца называется. Пиноккио, Буратино супер логично. Ну, типа, и там про ложь есть. Да, да, да. Ну, типа, ложь это нос, поймать на лжи. Правильно говорить про лог. Про что? Про лог правильно говорить. Про лог? Про лог. Ага. А не про ложь. Может, тебя тапком кинуть? Можешь. Не буду. Это Буратино-Пиноккио. Отвечаю, отвечает Вика Картер, господин ведущий. Мне больше нравится Буратино или Пиноккио? Мне больше нравится вариант про лог. Принимай только точный ответ. Пиноккио. Что? Пиноккио. Синдром Пиноккио. Пиноккио? Ну, потому что врач Тицца его зовут. Вряд ли это Тиццеслав какой-то. Если бы Си-Си-Си звали, да? Тицц. Тиццеслав, тогда Буратино. Да нет, скорее, просто, насколько я помню, когда Буратино врал, ничего особо не происходило. А вот когда Пиноккио врал, там был определенный симптом, который никакого не имеет отношения к синдрому Тицца, потому что человек буквально деревенеет, слышу насмешки, синдром Пиноккио. Так и есть, это Пиноккио, это правильный ответ. Хорош. 4-5. Хорош. Это Пиноккио, кстати. Мне понравилась его фамилия Тицц, да? Тицц. Утренний эффект. Тицц. А его звали Биг. Биг Тицц? Биг Тицц в доске. Какая-то категория тут вещей, как будто. Давайте следующий раунд. И тоже крутите. Поехали. Крутите Бигу там. А можно играть? Пожалуйста. У нас, кстати, есть вопрос с черным ящиком. О-о-о-о, там Ник Вуйчич. Это не он. Номер 6. Номер 6. Хорош. Хорош. Разъебный. Господин ведущий наконец-то увидит, как выглядит Ник Вуйчич. Мы, кстати, возможно, увидим, да, черный ящик, потому что... Шестой вопрос. Некое что-то было запатентовано в 1966 году. 1966. Изначально он должен был состоять из 10 элементов. Однако жена изобретателя больше 4-х осилить не смогла, что в итоге и повлияло на конечный вариант. Назовите его. Кубик Рубика. Нет? Звучит логично. А почему жена больше 4-х? Она не смогла осилить больше 4-х этих... Тестила. Грани. Грани, да. Она тестила, тестила и не дотестилась. А, грани, я думал, вы ряд... Ну, идея хорошая, но мне кажется, что, может быть, тут есть что-то типа жена, может быть, он что-то для нее изобретал. Ну, следующая версия, кубик Рубика, понятно, следующая версия. Может быть, правда, не выучишь, блядь. Да, блин. Ну, я голосую за кубик Рубика, на самом деле. Так, а если кубик Рубика, то раз, два, три, четыре... Блин, мы 2 минуты обсуждаем на нас другие, накидывать. Нет, из 4-х точно Рубик не мог состоять. Мог, конечно, но это ерунда какая-то. Ну, в теории может, но это бред. Ладно, господин ведущий, мы считаем, что будет отвечать Дина, блин. У вас вроде еще одна минута есть, но окей. Мы вряд ли придем к чему-то другому. Да, мы только зациклились на кубиках Рубика и Тетрисах. Ладно, предположим, что у создателя Тетриса была жена. Фильм мы не смотрели, никто из нас, я так понимаю, да? И изначально он хотел, чтобы каждая из фигурок состояла из 10 элементов, но не получилось. Жена собрала только фигурки из 4 элементов. Так оно и повелось. Так они развелись. Окей, ответ принят. Внимание, правильный ответ. Дина. Да. Я готов вам продать правильный ответ. За 100 рублей? Да. У нас прутьев, у нас нет прутьев. Извините, господи. Я сейчас спущусь вниз с терминалом. И мне потребуется... А тут не ловит. Пин-код от вашей карты. Пин-код! Пин-код изначально... То есть смешарики... То есть речь о смешариках. Я не знаю, что эта картинка тут делает. Пин-код. Пин-код. Это, кстати, Ник Вуйчич. Ладно. Блин, реально пин-код. Счет становится 5-5. Барабанная дробь. Вот так вот. Блять, название стрима просто не куча. Блин, мы вообще даже не рядом были. Вообще не в ту сторону. Распорядитель, бейте в гонг. И крутите волшеб. Бейте поевало. У нас один вопрос был смешной, поэтому получилось как получилось. Но все равно два вопроса в запасе остаются. Кто вопрос? Тринадцатый. И вы выиграете мне прутья. Это тринадцатый вопрос. Где тринадцатый вопрос? Это черный ящик. Я напоминаю, что черный ящик нельзя трогать, ребят. Потому что вам вы не поменяли вопрос. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вы что-то другое поете? Ну ладно. Какая разница с другой стороны? А мы кан-кан пели реально. Да? Да и хуй с ним. У нас такое ощущение, что там кто-то живой внутри ящика. Это может быть и так. Это хоть раз вы котика посадили или курочку какую-нибудь. Что там дергается, что ли, что ли? Она такая кукла. Там что-то, видишь, да? Да что-то есть. Что-то похожее на руку. Сейчас не куча, чем упрыгнуть. Дайте мне минуту, как же он выпрыгнул. Дайте мне минуту, как же он выпрыгнул. Дайте мне две формулировки. Одна посложнее, другая полегче. Я решу, какую вам дать. Термин «он» в Европе появился благодаря прибывшим в Китай европейским мореплавателям и происходит от португальского глагола «управлять». Португальский знаете? Да. Естественно. Блин, я чуть-чуть начинала учить, но до «управлять» не дошла. В самом Китае они подразделялись на ранги от великого секретоля... Секретаря. Секретаря. Или верховного главнокомандующего до простого сборщика-подателя, обычного ефрейтора. И при чем здесь, казалось бы, Новый год? Что в черном ящике? Время. Елки. Блядь, носки, хотел сказать. А какой Новый год? Наш китайский или нет? Причем тут Новый год? Тут самая фишка, фонарь, дракон. Что они на Новый год делают? Носок. Что на Новый год делают? Календари, может. Что они делают на Новый год? Китайский календарь, животные вот эти вот в календаре. Да, животинки. Есть, конечно, главное животное в китайском календаре? Ну, дракон, наверное, нет. Возможно, дракон. Так, он... Управлять на английском? Как на английском управлять? Рул. Но тут именно португальский. Португальский, значит, там... Риле. Да-да-да, так они и говорят. Ой-ой-ой-ой. Календарь. Календарь. Так, по разным рангам. От сборщика податей до управленца. Какие-то, может быть, послужащие. Нам нужно брать дополнительную минуту и слушать вторую формулировку. Давайте мы послушаем вторую формулировку, господин. И вы нам сразу вторую минуту дадите. Что там по времени? Да-да-давай уже! Окей. На самом деле, вторая формулировка практически такая же. Не знаю, почему она попроще. Термин, он появился благодаря прибывшим в одну восточную империю в Китай, португальским мореплавателям, поскольку в португальском языке похожим словом называли, например, министра или даже простого госслужащего. И причем здесь, казалось бы, Новый год. Может быть, его звали как типа Дед Мороз, условно, я не знаю, там, Санта-Клаус. Это у нас. Санта-Клаус, окей. Какой-нибудь Санта. Санта, мэйби, да. И что там будет у нас? Колпак? Может, колпак? Подарок. Борода? Борода или колпак? Нет. Ну, колпак похоже на праздник. Ну, колпак это не у всех, понимаете? Санта типа святой, вряд ли бы святым называли, ну, типа госслужащих от всех вот этих... Ну, колпак прикольная тема, по-моему. Так, если он ехал... Давай, подожди, если это вот именно до Китая... Из Португалии, он из Португалии приехал. Давайте так, называли так в португальском языке, но вот высокого, высокопоставленного чиновника, скорее вот в Китае где-то, вот так вот он называется. Колпак. Император. Вот я скажу, и вы все скажете, а-а-а... Да, блин. Скажет чиновник. Я скажу, о. Шах, поди шах. И понятно, при чем здесь Новый год сразу станет. Не, ну там вещь. Ну, может быть, он сказал бы китайский Новый год. Не знаю, может быть, может быть... Мы думаем, что это в ящике. Может быть, это мандарин какой-нибудь? Гирлянда? Блин, я видел, они мандарины притащили. Да ну нет, там не может быть мандарин. Почему? Ладно, время у нас уже вышло. Кто будет отвечать? Давайте по... Это должно быть мандарин. Потому что, когда я заходила, они обсуждали, боже, ящик мандарин. Я говорю, я что... Да, давайте. Да, похуй. Какие мы заменим? Да, похуй. Давайте по... Мандарин. Да ну нет, они должны были заменить мандарин. Сейчас, смотри, мандарин будет, смотри. Давай, доставай. Господин ведущий. Я слышал, да, да, да. Мандарин. Что, Машна? А кто? Подожди, 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 подожди. Куда? Куда? Куда пошел? Мальчик, руку выбрал. Это, видимо, тоже человек, который клал предмет в черный ящик. Из Португалии. Когда Дина проходила мимо. Неужели вы никогда не слышали, что китайских чиновников называют мандаринами? Вот теперь знаем. И теперь сразу понятно, при чем здесь Новый год. В смысле, неужели мы ответили правильно, юб-тудэй? Потому что... Да, только обсуждали три минуты. Юб-тудэй. А мы нам по кайфу просто... Так а что в черном ящике? Китайских чиновников мандаринами. Пошел нахуй, блядь! От португальского мандарин, что может означать как министр или командир, так и командовать или управлять. Какой же Новый год без мандаринов? Дай-ка мне мандаринчик. Сейчас. Вот так вот. Редактор, уволен тот, кто спалил черный ящик. Уволен. Знатоки победили, зрители проиграли. Ура! А мы уходим на паузу перед покером. Три-два-два. Будешь? А еще один вопрос не успеем? Кек. Нет, не успеем. И нет ему задавать, все уволены. До свидания.